Я буду разговаривать про один пояс, один путь и перспективы Армении. Китайскую политику 21 века можно разделить на две части. Первый период был до Ситимкина, когда Китай пытался действовать в большой степени оборонительно, стараясь по возможности не ввязываться в международные конфликты, чтобы не создавать проблем с другими глобальными игроками и прежде всего с Соединенными Штатами. Ситуации изменились при Ситимкине, приступавшем с экономическим инициативой «Один пояс, один путь», благодаря которой экономическое влияние Китая стало распространяться с Востока на Запад. Итак, в мае 2017 года в Пекине составил спорум «Один пояс, один путь», в котором участвовали главы России, Аргентины, Шри-Лангии, Белоруссии, Чили и других стран, но не участвовали Армении. Руководители этих стран прибыли в Пекин с конкретными предложениями. И именно между этими странами были и будут распределены очередные китайские инвестиции, которые с 2013 до 2016 составили около 60 миллиардов долларов, а в будущем предусмотрено инвестировать еще 14,5 миллиардов долларов. В странах, находившихся по протяженности вышеупянутого пути и прилегающих к ней территориях, китайцы строят железные дороги, автомагистрали, партии, нефтепроводы, газопроводы, заводы и прочее. Такая активность обусловлена следующими обстоятельствами. Почему Китай инвестирует в ФОПОП? Первый. Китай пытается стать новым экономическим полюсом, чтобы суметь создать свою команду, что позволит Пекину не подвергаться экономической блокаде в случае возможной конфронтации с Западом. Второй. В последние годы заметны тенденции замедления китайской экономики. Только в 2016 году внешняя торговля Китая сократилась примерно на 1%. Это означает, что сократили спрос на китайскую продукцию. В рамках одного пояса, одного пути Китай предоставляет кредиты или делит инвестиции в третьих странах, чтобы они осуществили собственные экономические программы. Данные страны на эти кредиты приобретают китайскую технику и технологию, либо в случае совместных программ Китай на собственные средства строит партии, железные дороги и прочее. В дальнейшем именно по этим коммуникациям будут перевозиться также китайская продукция уже с привилегированными статусом. И третье. Предоставляя кредиты и делая масштабные инвестиции в развивающихся или столкнувшихся с трудностями странах, Китай обеспечивает для себя также определенное политическое влияние, становясь их надежным партнером и основным инвестором. А это может предположить также появление в дальнейшем китайских военных кораблей, построенных КНР в этих странах. Особенности инициативы Китая. Первый. Инвестиции можно получить только в том случае, если данная страна представит Пекину хорошо рассчитанную бизнес-программу. Обращающаяся сторона должна доказать китайцам, что в случае результата, который будет получен благодаря предоставленным суммам или китайской техники или технологии, Китай получит прибыль. Второй. Страны разделены на условные группы. Каждая страна должна также изучить, из каких программ, предусматриванных для той или иной группы в соответствии с ее экономическими мощностями и возможностями, сможет получить грант. Уже начерченный для экономического пояса черного пути и морского черного пути карты ничего не значат. В инициативе могут участвовать все страны, которые в состоянии представить хорошие бизнес-программы. Предусматриваем также специальный фонд для маломощных стран. Китай готов предоставить безвозмездную помощь тем странам, которые не в состоянии самостоятельно представить серьезные программы. Китай может представить этим странам, снятую с производства, не пользовавшихся спросом на внутреннем и внешнем рынке техники, трактор и автобусы. Этим шагом Китай намерен списать устаревшие товары с надеждой на поставку их запчастей в дальнейшем. Это может стать одним из рычагов китайской мягкой силы. Последствием которой Пекин выиграет дивиденды в данных странах. Таким образом, Китай пытается создать новую экономическую сеть, где будет сбивать свою продукцию. Последствием инвестиций и предоставления кредита создать зону влияния для реализации собственных политических и экономических усремлений. Оказавшиеся на этой территории страны по собственной воле или под диктовку Запада не смогут отказаться от сотрудничества с Китаем. А что выиграют Малия средние и крупные страны в случае присоединения к инициативе Китая? Многие страны, в частности в Восточной Европе, Азии и Афгии, все еще полностью не восстановились, либо находятся в экономическом кризисе. Участвуя в программе и получая инвестиции, эти страны смогут восстановить свою экономику и укрепить свою безопасность и государственность. Они множеством экономических звенов свяжутся со второй экономикой мира, получают создание ее современной технологии. Страны, которые с успехом реализуют предусмотренные программы, получат значимые экономические выгоды. Правда, инициатива «Один пояс, один путь» определенным образом увеличит влияние Китая в этих странах, но они получат возможность довести свой голос до Пекина. Это в случае удачи. А что потеряют участники инициативы «Один пояс, один путь»? Неудачники, которые растратят полученные суммы, вынуждены будут оказать определенные услуги Китаю. Например, вынуждены будут голосовать в международных структурах по его указаниям, либо передадут ему военные базы, месторождения, полезных ископаемых, стратегического значения и прочее. Здесь может образоваться вопрос о том, что конкретно Китай может представлять интерес для Армении. Можно назвать множество причин, но давайте остановимся на двух самых главных. Во-первых, китайский рынок самый большой, и Армения может и должна попробовать реализовать на просторах этого рынка ряд армянских товаров. Но в последние два года намечается спад в армяно-китайских экономических отношениях. Я посмотрел, что китайцы пишут про наши торговые отношения, посмотрел, что там есть в веб-сайте Министерства торговли Китая. Там была только цифра про 2016-го, и там они пишут, что в последние два года намечается спад в армяно-китайских экономических отношениях. В 2016-м году Армения экспортировала в Китай 96 миллионов долларов США, что на 40% меньше, чем в предыдущем году. А экспорт из Китая в Армении составил 358 миллионов долларов. В последний раз из Китая были сделаны крупные инвестиции в Армении в августе 2015-го, когда гонконгская компания инвестировала 7,5 миллионов долларов в металлургии Армении. Но из-за спада международной рыночной цены металла, компания временно остановила работу и в Армении. А что может сделать Армения, в конце концов, для интеграции в ОПОК? Но попытаться получить у Китая инвестиции для сельского хозяйства с условием, что вместо полученной техники и инновационных технологий Китаю будут поставляться фрукты и овощи. Требуется, чтобы они не содержали химических добавок и были выращены на чистых землях, далеких от химических заводов и отходов. Такая продукция может иметь успех в Китае, где высокий уровень загрязненности земли и воздуха. По той же логике можно также получить инвестиции для производства мясной продукции. В Китае особенно велик спрос на говядину. В этом случае также нужно отметить, что мясная продукция будет без химических добавок. И четвертое. Организовать специальную программу, в ходе которой в РАА будут, в Армении будут приглашены китайские специалисты и бизнесмены. Показать им, что в Армении рабочее число дешевле, чем в Китае и ряда южноазиатских стран. В случае производства в Армении у них будет возможность продавать продукцию также в Евразийском экономическом союзе. Предложить Китаю восстановить и модернизировать оставшиеся от Советского Союза химические заводы и институты. Поскольку химическая продукция все еще пользуется спросом во многих советских странах и может продаваться в Евразийском экономическом союзе. Армения получит рабочие места, а Китай прибыл. Организовать прямые авиарейсы Ереван-Пекин, Ереван-Шанхай-Ереван, Ереван-Куаншо-Ереван. Этот шаг облегчит въезд армянских предпринимателей в Китай, увеличится число китайских туристов. Кстати, поскольку в Китае есть большой интерес к христианству в случае правильной рекламы, полагаю, много заинтересуется поездкой в Армению, первой в мире принявшей христианство в качестве государственной религии. Не исключено, что интерес могут вызвать также экотуризм и где вдыхать свежий воздух. Это будет возможно, если сократится время полета и цены на авиабилеты. Армения на должном уровне будет рекламироваться в Китае. До сих пор даже при получении визы в Китай, граждане Армении обязаны платить деньги и иметь телес-бюрократические волокиты для приобретения отдельной визы в Канг-Конг. Тогда как граждане других стран, имея китайскую визу, получают возможность путешествовать по всей территории Китая, в том числе в Гонконг. А граждане ряд стран, находившихся в специальной списке, например, Афганистан, Армения, Сомали, при посещении Гонконга сталкиваются с волокитой. Нужно изъять Армению из этого списка и вернуть в список нормальных стран, чтобы и граждане Армении при получении визы в Китай легко въезжали также в Гонконг. Считающийся международным центром финансовых и инновационных технологий. Перспективы китайско-армянского военного сотрудничества с Шелковым пути. В последние годы Китай активизирует свою роль в миротворческих операциях ООН по поддерживанию мира. И один из причин является то, что Пекин старается с помощью миротворческих операций стабилизировать те регионы, где Китай намерен или уже сделал инвестиции. Армения также заинтересована в миротворческих операциях ООН. Ереван может договориться отправить армянских кадров в тренировочные центры Китая, где готовятся профессиональные миротворцы. Далее можно создать отдельную миротворческую бригаду, которая будет тесно сотрудничать и работать вместе с китайскими коллегами. Здесь может возникнуть вопрос, что может дать вышеуказанное сотрудничество Армении и Китаю. Нужно учитывать тот факт, что Китай заинтересован в военном опыте и в военных стратегиях других стран, у которых есть и то, и другое. Например, Китай может заинтересовать опыт армянских военных частей, которые в прошлом году боролись с азербайджанскими беспилотниками израильской производства. И, конечно, опыт исследований армянских военных по борьбе против российской новой техники, которая была у Азербайджана, которая есть и у вооруженных сил Китая. Помощь Китая Стабильный шелковый путь. Возможное сотрудничество в вопросе Карабаха. Китай инвестирует миллиарды долларов в экономическом поясе шелкового пути, именно поэтому Пекину выгодно укреплять безопасность этих и предлагающих территориях. Карабахская проблема вызывает нестабильность в регионе и ставит под угрозой китайские инвестиции на Южном Кавказе, которые считаются перекрестком дорог, а также источником энергорусселса. Так что, как мне кажется, Китай тоже должен быть заинтересован в кратчайшем урегулировании этого конфликта. А как можно сотрудничество в этом контексте с Китаем? Из постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобритания, Франция и Соединенные Штаты не продают оружие сторонам Карабахского конфликта. Здесь в Совбезе ООН остается Россия и Китай. Если один из них, в этом случае Китай, посредством армянских дипломатических усилий в Организации Объединенных Наций, предложит резолюцию ООН, запрещающую продажу оружия странам Карабахского конфликта, то резолюция будет принята, поскольку западные страны не продают оружие, а Китай и Россия поддерживают друг друга Совбезе ООН. Таким образом, Азербайджан не будет иметь возможность продолжать гонку вооружения и купить новое вооружение. Армения не будет вынуждена отрезать от экономики часть бюджета для развития и приобрести новое вооружение для обеспечения баланса сил в регионе. Спасибо.